Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Мария Журавлёва. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. О чём говорили на прямой линии с Тимирханом Алишевым? Как проходит конкурс на лучшее общежитие? Стартовала студенческая весна 2021. Казанский университет с рабочим визитом посетили преподаватели из Уральского федерального округа. Гостей познакомили с Музеем истории юридического факультета. Далее гости встретились с Ленаром Латыповым для обмена опытом между вузами. Гостям было интересно узнать про методы преподавания в Казанском университете и внедрение цифровых технологий в образование. Прекрасно оборудованы мы знаем в Федеральном университете Уральском, в лаборатории, в образовательной площади. У нас тоже просто фантастическое оборудование стоит. И я думаю, что сейчас такие вузы, как Уральский федеральный университет, Казанский федеральный университет, мы можем конкурировать с европейскими компаниями. В Казанском университете состоялась прямая линия для иностранцев по вопросам поступления и обучения в вузе. Трансляция прошла на нескольких площадках. На сайте вуза, телеканале УниверТВ, Инстаграм, а также в аккаунтах университетского телевидения во Вконтакте, Твич и Ютуб. Все подробности далее. Встреча началась с обсуждения процедуры поступления иностранных граждан в Казанский университет. В этом году приемная кампания стартовала 1 марта. С пошаговой инструкцией процедур подачи документов, сдачи вступительных экзаменов и заселения можно ознакомиться на официальном сайте университета. Есть электронная почта admission.собачка.кпфу.ру, на которую можно писать на всех языках мира, и мы ответим. Есть там номера телефонов тоже, они обозначены на сайте университета, которым можно звонить и узнавать, получать всю информацию. Я советую это многим делать сейчас, пока у нас специалисты не находятся в таком занятом положении, потому что еще пока не так активно сработает приемная комиссия. Но я у вас уверяю, что в июне-июле дозвониться будет гораздо сложнее, поэтому многие вопросы можно отрешивать уже сейчас. Говоря об особенностях поступления в этом году, Тимирхан Алишев напомнил, что теперь у граждан Беларуси расширились возможности для поступления, поскольку тестирование школьников приравняли к ЕГЭ, благодаря чему нет необходимости сдавать дополнительные вступительные экзамены. Также Тимирхан Алишев отметил, что в этом году прием иностранных граждан завершится уже в августе-сентябре. А в целом, я думаю, что все остается так же. Единственное, если в прошлом году мы принимали только в режиме онлайн, в этом году мы будем в режиме онлайн и в режиме оффлайн все-таки принимать. И если не будет кардинальных изменений в эпидемиологической ситуации, я думаю, что у нас будет возможность в том числе организовать и внутренние приемные испытания в режиме оффлайн. Но, тем не менее, не будут и в режиме онлайн в том числе. Задать интересующие вопросы об учебном процессе смогли не только пользователи в соцсетях, но и приглашенные на встречу студенты вуза. Полную версию прямой линии можно посмотреть на аккаунте телеканала Универ ТВ в Ютьюб. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. В культурно-спортивном комплексе Казанского университета «Уникс» уже месяц идет конкурс на звание лучшего общежития. Подробнее в следующем сюжете. Студентам Казанского федерального университета предстоит пройти несколько этапов отбора заочной и очной формы. Конкурс делится также на различные номинации, позволяющие приучаствовать в соревновании с самым различным представителем общежитий. Из 35 участников номинации «Лучший представитель студенческого совета общежития КФУ» в финал вышло всего несколько человек. На заключительном этапе им предстоит выступить с самопрезентацией и пройти тест на правовую грамотность. Помимо этого, есть и другие испытания. Однако, несмотря на дух соперничества и множество нелегких испытаний, участники стремятся не только к победе. Узнать что-нибудь многенькое, интересное. Какие-то новые эмоции, новые знакомства, новые впечатления. Я участвую, чтобы показать эффективность своей работы уже для всех нас. И, конечно же, проверить себя, насколько я ориентируюсь во всех документациях, которые применяю в работе. Итоги конкурса подведут 31 марта. Победители в различных номинациях ожидают грамоты, дипломы и памятные призы, содержание которых пока что не раскрывается. Диана Желенкова, Алена Лонкина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Почему Роскомнадзор замедляет работу Твиттер и для кого в России американский кибертерроризм станет очевидным? Об этом мы не только расскажем в нашем следующем сюжете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова The New York Times сообщает, что США планируют в течение ближайших трех недель осуществлять кибератаки на внутренние системы российских властей. Кибератаки следуют в ответ на взлом правительственных учреждений Соединенных Штатов Америки якобы со стороны России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечает, Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное американское издание допускает возможность, более того, анонсирует возможность таких кибератак. Это не что иное, как международная киберпреступность. Мы связались с доцентом кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Казанского федерального университета Романом Пеньковцевым. Он рассказал нам, что в этой всей истории есть субъективные и объективные составляющие. Если говорить объективно, то да, действительно, по факту в декабре месяце спецслужбы США выявили взлом ряда государственных служб, в том числе Минфина, Министерство торговли, Национальное управление США. Действительно, была потеряна этими организациями часть секретных данных, которые не должны были быть распространены, вот произошла утистка. И вот в ходе расследования выявилась группа лиц, причастных к этому взлому. Была обозначена группа хакеров, так называемый Козий Билл, которая работала не только в США, это была хакерская группировка, работала в других странах мира. Но дальше, после этой объективной составляющей, уже идет субъективная составляющая. Эта субъективная составляющая состоит в том, что Соединенные Штаты объявили о том, что вот эта хакерская группировка, она связана с Российскими спецслужбами, в качестве этой службы внешней развития. Роман Владимирович напомнил, что в те дни, когда эта информация появилась в СМИ, российская сторона заявила о своей непричастности к хакерской группировке и кибератакам. Также Россия предложила свою помощь в расследовании и программе партнерства по противодействию киберпреступности. Но Соединенные Штаты Америки отказались от сотрудничества. В последние месяцы, буквально в последние дни, эта ситуация усугубилась тем, что Соединенные Штаты, они заявили, что у них якобы есть какие-то серьезные доказательства о том, что хакерская группа сотрудничала с российскими спецслужбами. Но на самом деле, еще раз хочу подчеркнуть, что это чисто субъективный взгляд Соединенных Штатов. Никаких объективных данных, никаких доказательств на данный момент Соединенные Штаты не представили. А российская сторона, как я уже сказал, категорически отрицает саму идею того, что мы будем каким-то образом взаимодействовать с какими-то хакерскими группами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, Российская Федерация неоднократно заявляла и по-прежнему настаивает на том, что российская сторона, российское государство никогда не имела и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма. Илья Андреев, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс. В Казанском университете проходит ежегодный фестиваль «Студенческая весна-2021». Конкурсная программа представит 15 институтов. Подробности в сюжете. Первую студенческую весну после самоизоляции ждали с особым нетерпением. Работа над номерами проходила в течение полутора месяцев. Ребята находили любую возможность, чтобы отрепетировать этюд или танцевальные движения. Уникс снова зажил активной студенческой жизнью. Студенты очень соскучились по творчеству. Номеров больше, коллективов больше. Это, несомненно, радует. В мероприятии участвуют десятки творческих коллективов. Долгожданное выступление оставляет у студентов всех возрастов бурные впечатления. Мы все первокурсницы, мы участвуем первый раз. Это, честно говоря, для меня уже пятая студенческая весна. Это глоток свежего воздуха после долгой, такой серой зимы. У нас невероятные творческие институты, коллектив. В эти самые мгновения, когда кулисы закрылись, и когда мы все кричали и ФМК, вот это того стоит. Цель коллективов – пройти отбор и выступить на финальном концерте, закрывающем мероприятие. В программе представлено множество локальных, танцевальных и сценических номеров. Гала-концерт состоится 16 апреля. У него будет два отделения. Разумеется, все номера лучшие будут отбирать наша режиссерская команда и студенческий клуб. Ариадна Кугушева, Ленарда Блеттеров, Универньюз. На этом все. В студии была Мария Журавлева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok